В Челябинске прошел митинг против отмены прямых выборов мэра. Напомню, этот город уже два десятилетия подряд признается самым грязным в России, одним из самых загрязненных на планете. Смертность от онкологических заболеваний там едва ли не выше, чем в окрестностях Чернобыля. И все-таки жители до недавнего времени верили в стабильность. Из раза в раз поддерживая партию президента на выборах, правда, стабильность в какой-то момент дала трещину. Появилось в том моменте Челябинске однажды общественное движение СтопГОК. И не только. Ребята не просто шума умудрились наделать, борясь с русской медной компанией и прочими вонючими предприятиями региона. До дяди Вовы та история дошла, между прочим. Я вообще, во-первых, я разделяю ваши озабоченности. Думаю, что проекты подобного рода, они даже решат кулуарно и исключительно на административном уровне. Поскольку это касается интерес от многих людей, проживающих в этом районе, микрорайоне. И так тяжелая ситуация, в Келябинске, с экологией. Мы знаем, какие выборы. У нас катастрофическая ситуация. У нас каждый днем становится все хуже, Владимир Владимирович. Впрочем, начинаем. А лидер экозащитников, московец, обрел такую популярность, что даже решил выдвинуться в мэры миллионника. Не случилось. Как это часто бывает в нашей самой демократической в мире стране, сразу же после заявления московца о желании пойти на главу, правоохранители вдруг вспомнили о том, как еще в 17-м кто-то, что-то якобы поджег на строительной площадке Туминского ГОКа, с которым челябинцы борются. Через пару часов у стражей порядка появились подозрения, он и не могло обойтись без участия потенциального кандидата в мэры. В общем, завели на человека уголовное дело. Ну, да не об этом хотел сказать. 17 февраля, всего пару дней назад, обстановка в челябинском обществе наконец накалилась и пошел народ митинговать. Главный лозунг, надоели назначенцы лоббирующие интересы олигархата и вороватых чинуш, хотим руководителях работающего на граждан. А вот теперь главное. 250 человек на ту акцию протеста вышли. Для справки, население Челябинска 1 миллион 200 тысяч человек. И, как я сказал выше, данный город эксперты неоднократно признавали зоной экологического бедствия. Ежегодно от рака там умирают 16 тысяч южноуральцев, а на митинг пришли 250 человек всего. Знаете, вот хотите мое мнение узнать? Взять всех вот этих вышедших, отселить куда-нибудь в нормальное место, а остальные, да пусть сгинут в том Челябинске, наплевать на них. Раз людям самим на себя наплевать. Земли у нас много, закапывай не хочу. Это реальная журналистика. Деградируем уже со сверхзвуковой скорости. Скоростью темы сегодняшнего выпуска. Поехали! Перемещаемся совсем недалеко в Пермскую губернию. И вот эту вот историю мне прислали мои коллеги с YouTube канала Romp. Ссылку на них оставлю в описании. В сетях история отчасти тоже экологическая, хотя на самом деле она, конечно, больше напоминает какой-то фильм-катастроф голливудский в жанре хардкор. Вот только это не кино, это жизнь. И так началось все пять лет назад. Вернее, началось-то намного раньше. Тревогу громко забили только пять лет назад, когда выяснилось, что из-за чьих-то шкурных интересов, тотальной коррупции и нежелания думателей о России выходить за рамки привычного, а после нас хоть потоп, целые территории проваливаются под землю. Причем в прямом смысле и уже даже погибли люди. Внимание на экран. Огромная воронка под Силиканском, которая появилась год назад, стала гигантской. Уралтами перед все меры, для того, чтобы свести к минимуму последствия аварии на шахте Силиканск-2. В любом на свежие скиньки провалы, если сравнить их со старыми, становится просто страшно. Просто все говорили, уйдите оттуда уже, уйдите. Они говорят, а деньги где заработать? За квартиру платить, все, толки-то. То, что вы увидели, это всего лишь один провал под Силиканском. Самый знаменитый, о котором говорили даже в пропагандистских СМИ. Диаметр воронки 120 метров. Можете себе представить, и она увеличивается. А вот в другом городе Пермского края, в Березняках, таких провалов уже несколько местные им даже имена начали давать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что здесь 50 метров до провала, 100 метров, извиняюсь, это, конечно, очень сильно напрягает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комната поехавшая, мы здесь сейчас не живем. Провалы, как в Соликамске, в том же, да, случаются сразу ух, и все. Что под нами сейчас, я не знаю. Если кто-то думает, что данный привет – следствие какого-то уникального природного явления, сдвига тектонических плит или даже вмешательства марсиан, это я сейчас прокопенко рукой машу, спешу всех расстроить. Все гораздо прозаичнее. Просто за счет здешних краев набивают себе карманы новые русские олигархи, владеющие предприятием Уралкалий. Акции Уралкалия, к слову, на лондонской бирже торгуются. То есть уровень количества бабла у тех господ осознаете, да? А в Соликамске и Березняках добывается руда для производственного гиганта. Длится все это дело не одно десятилетие, и все бы ничего, если бы добыча руды осуществлялась по правилам. На пальцах объясняю. Шахта. Глубоко под землей ведется добыча ценной породы. На месте изъятой руды образуются пустоты. Их нужно чем-то заполнять. Вот только промышленники этого не делают, вернее делают, но на бумаге. Чинуши – те бумаги. За денежку подмахивают другие чинуши рангом повыше, все это дело крышует, и все шито, крыто долгие годы. Таких подземных ям в крае нарытой километре. Сколько точно никто не знает, но все они однажды провалятся. Надо ли объяснять последствия? Полную версию этого кошмара вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке на моей страничке в YouTube, по ссылке в описании в смысле. Спасибо моим коллегам из Ромба, что не дремлют, а мы продолжаем. Кстати, господа, помните, некоторое время назад страна шумела об очередном недозаконопроекте авторства сенатора Клишаса? Я для себя данный документ назвал законом об оскорблении чувств, нифига не делающих. В реале речь там идет об ответственности гражданина за оскорбление представителя власти. Так вот, тема-то получила продолжение. В январе Госдума одобрила эту писульку в первом чтении, но отправила ее на доработку. И тут на медне один из таких доработчиков проявился с потрясающим предложением. Ага, депутат Анатолий Выборный. Новатора зовут, думаю, не нужно говорить. Членом какой фракции данный депутат является? А выдал он вот что. Клишас в своем проекте закона предложил наказывать людей за оскорбление господ штрафом от трех до пяти тыр. А этот брякнул. Пять тысяч мало, пусть сто платят. Честно, как по мне, господин Выборный либо умом слаб, либо провокатор, а может быть даже экстремист. Поясню. В стране, где даже по лживому Росстату зарплата гражданина 42 тысячи рублей, а пенсии вовсе до 20, только через пять лет поднять обещают, паренек предлагает ввести штраф в 100 штук. Мне всегда казалось, что штрафы должны быть как-то соизмеримы, с доходами населения нет. А теперь представим себе вот такую вот ситуацию. Оштрафовали среднестатистического россиянина в 42 тысячи на сотку. Не забываем. И с той зарплаты человеку необходимо выплатить все обязательные платежи, налоги, оплатить коммуналку. Чего у него там останется-то? Тысяч 20-25, а где он должен взять еще 75 на оплату гипотетического штрафа? Вот этот вот слуга народа. Он человека грабить или воровать, а человеку грабить или воровать предлагает пойти, и даже в 90-е. Бандиты, ставя кого-то на счетчик, задумывались, сможет ли должник потянуть свой долг, а честный отмороз, ой, парламентарий нынче, да хлещить тех упырей, ей-богу, еще и без царя в голове. Ладно. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok